Благослови душа моя Господа И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Я хочу начать эту проповедь с одного вопроса. Верим ли мы, что воля Божия, она благая, угодная и совершенная? Может быть, не все до конца понимают, что значат эти слова. Слово «благая» означает «доброе». Слово «угодная» в украинском языке написано «приемная», «приятная». И слово «совершенная» — это значит «самая лучшая», такая, которую невозможно улучшить. Что же такое воля Божия? Воля Божия — это то, что Бог хочет для нас и от нас. Это есть воля Божия. И эта воля Божия, еще раз повторим, Писание говорит нам, она благая, то есть добрая, хорошая, она угодная, она приятная. И она самая лучшая для человека. Нет ничего лучше для человека, чем то, что Бог хочет для человека и хочет от человека. Откуда мы можем знать волю Божию? Она открыта для нас в Священном Писании. Но в Священном Писании, которое, кстати, дано нам, все Писание, оно дано нам для наставления. И апостол Павел писал так, Римлянам 15 глава. «А все, что писано было прежде», 4 стих я читаю, «написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». И подобное слово также написано во 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Он здесь и в одном и в другом месте пишет о всем Священном Писании и, в первую очередь, о той части Священного Писания, которая называется Ветхий Завет, потому что других Священных Писаний в то время не было и не были признаны другие книги Священного Писания, вероятнее всего, потому что Новый Завет был признан позже и написан и составлен его канон позже. И он говорит, что это Священное Писание, оно полезно. Полезно для чего? Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы открыть нам волю Божью. И книга Малахии настолько же богодухновена, как Евангелие от Матфея. И книга Иезекииля настолько же богодухновена, как Иоанна. И другие книги Священного Писания и Ветхого Завета настолько же богодухновены, как богодухновены книги Нового Завета. И вот воля Божья открыта для нас в этих книгах и во всем Священном Писании. Но сегодня я хочу говорить не столько о воле Божьей. О воле Божьей очень много сказал брат передо мной. И, кстати, что интересно, что он говорил некоторые места Писания, которые я тоже хочу считать сегодня. Поэтому я вижу, что то, что мы говорим, это по Божьей воле, оно согласовано. Я не знал, кто будет говорить, я не знал, что будет говорить. Но почему-то некоторые те же самые места Писания пришли мне на разум, когда я готовил это слово. Итак, я сегодня хочу говорить не столько о воле Божьей, какая она есть для нас, как о том, как мы можем отнестись к этой воле Божьей, и какие последствия или результаты нашего правильного или неправильного отношения к Божьей воле. И вот в Священном Писании, которое написано нам для наставления, есть примеры отношения людей к воле Божьей. Примеры отношения людей к воле Божьей. И Новый Завет говорит об этом и в тех местах, которые мы прочитали, и также еще в одном месте. Это 1 Коринфянам, 10 глава. И в этой главе апостол Павел напоминает историю Израиля и говорит так, 6 стих. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». И 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, описанное в наставлении нам, достигшим последних веков». Итак, Священное Писание, оно местит для нас образы, примеры того, как поступали люди и что Бог делал в ответ на поступки людей. И прежде чем перейти к чтению этих примеров, я желаю сегодня прочитать несколько примеров и кратко поговорить о них, я прочитаю одно место с Нового Завета. Место с Нового Завета, которое записано в Евангелии от Луки из 28 стиха 7 главы. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божием больше его. И весь народ, слушавший его и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Итак, мы сегодня начали говорить о воле Божией, что она самая лучшая, она хорошая, она совершенная, угодная, приятная, добрая. Но как это ни удивительно, Писание говорит, что иногда люди способны отвергать волю Божию о себе. И в Писании есть масса примеров, когда люди это делали. Давайте мы обратимся сейчас в Священное Писание и посмотрим на некоторые из этих примеров. Первый пример записан в книге «Чисел», 13 глава 2 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни фаран по повелению Господню, и все они мужи, главные у сынов Израилевых». Вот имена их. Я их все равно не буду читать, потому что вы не запомните. Но факт остается фактом, что Господь сказал это сделать Моисею. Моисей избрал главных людей в своих коленах, очень видных, знаменитых людей, и они пошли высматривать землю. Из 26 стиха. «И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней, и пошли, и пришли к Моисею и Арону, и ко всему обществу сынов Израилевых». Из 28 стиха. «И рассказывали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее, но народ, живущий на земле, той силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там». То есть, они говорят, земля хорошая, но вы знаете, какие там люди. То есть, не следует даже идти туда и что-то пробовать. 31 стих. «Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас, и распускали худую молву о земле, о которой они осматривали. Между сынами Израилевыми, говорят, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и так далее». То есть, начали придумывать и распускали худую молву об этой земле. Конечно же, это не была земля, поедающая живущих на ней. Они начали придумывать и клеветать на эту добрую землю. «И подняло все общество вопли, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилева, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей!» И далее сказали друг другу, «Поставим себе начальника, и возвратимся в Египет!» «И пали Моисея и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша!» И дальше они просят, «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их!» И сказала все общество, «Побить их камнями!» Но слава Господне явилась в Кении собрания всем сынам Израилевым. Вот здесь вмешался Господь и начал говорить. И что же Господь сказал? Он сказал Моисею, «Я истреблю этих людей и произведу от тебя новый народ». Моисей начал заступаться за народ, и 20 стих, «И сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову Твоему, но жив я и славы Господней, полна вся земля, все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте, в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали глаза моего, не увидят земли, которую я склятываю, обещал отцам их, все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на меня. Не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме халева сына Иефонина и Иисуса сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорите, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. И тридцать седьмой стих. Сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус сын Навин и Халев сын Иефонинин остались живы из тех людей, которые ходили осматривать землю. Божья благая, угодная, совершенная воля была для его народа, чтобы ввести этот народ в прекрасную землю. Он открыл эту волю через своего раба Моисея. Моисей послал людей высмотреть эту землю по повелению Господню, послал одних из главнейших, они пришли, начали распускать худую молву. Что делает Господь? Господь считается с народом. Господня воля была совершенно другой, чем та, которую мы только что читали, но Господь считается с народом. Он говорит, хорошо, вы не захотели того, что я хотел для вас. Послушайте, что теперь будет. Вы отвергли волю Божию о себе. Что теперь будет? Вы умрете в этой пустыне. Ваши дети будут тоже скитаться в этой пустыне. Они когда-то войдут. Но должно пройти 40 лет. 40 лет блужения по пустыне. 40 лет они ходили, как Писание говорит, в другом месте вокруг одной горы. 40 лет. Какая цель? Просто ходили по кругу. Почему? Потому что народ отверг волю Божию о себе. Народ отверг волю Божию о себе. Но заметьте, что когда народ услышал, отвергнув волю Божию о себе, что последствия, оказывается, будут тяжелыми, и когда народ увидел, что распустившие худую молву умерли, были поражены Господом, знаете, что случилось? Народ сказал, все, мы хотим уже исполнять волю Божию. Мы уже сделаем то, что Господь сказал нам. Мы пойдем, мы будем завоевывать эту землю. Моисей говорит, нет, слишком поздно. Не идите, Господа с вами нет. Они говорят, мы пойдем. Они пошли. И что случилось? Они были поражены своими врагами. Вот здесь дальше написано, как страшно отвергнуть волю Божию о себе. Даже когда иногда потом мы передумаем и скажем, ну нет, я все-таки уже готов делать то, что является волей Божией, Господь говорит, слишком поздно. Ты будешь нести последствия твоего отвержения моей воли. И мы говорим сейчас не об одном человеке, мы говорим о целом народе. Еще одно место, которое описывает, как люди отвергли волю Божью о себе и какие последствия за это были, записано в первой книге Царств, четвертый стих, восьмая глава. «И собрали все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму». Заметьте, что это тоже были старейшины. Точно так, как там люди видные, люди главные в своих коленах распустили худую молву, так и здесь приходят к Самуилу, к Божьему служителю, Божьему пророку старейшины. И что же они говорят? И сказали ему, «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Итак, Божья совершенная воля была для его народа, чтобы его народ судили судьи. Но народ сказал, «А мы хотим царя». Они отвергли волю Божью о себе. И что делает Господь? Господь не насилует человека, а как сегодня мы слышали, Господь говорит, «Изберите себя». Люди решили не избрать для себя воли Божьей, а что-то другое. Они думали, что это будет для них лучше. Но что же происходит? Господь говорит, «Да, да, поступи, как они говорят. Все сделай так, как они просят тебя». Странно, говорит Господь, не правда ли? Разве это была воля его для его народа? Господь говорит, «Они меня отвергли, ну ты поступи, как они говорят, послушайся народа. Но скажи им права царя, скажи им, царь сделает вам то, 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 и в конце концов говорит 18 стих, «И восстинайте тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Вы отвергли волю Божью о себе? Хорошо, вот за это будут такие последствия. В конце вы будете кричать его, пиять к Богу, «Боже, убери этого царя, мы больше не можем так жить, нам тяжело, нам плохо». Господь говорит, «Я не услышу вас, вы будете жить с последствиями вашего отвержения моей воли». Давайте посмотрим далее Священное Писание. Кстати, Библия говорит, что Господь говорит, «Я дал им царя во гневе своем и отверг, как в негодовании своем». Вот как Господь дал царя Израилю. Книга пророка Иеремии, 6 глава из 15 стиха. Это то слово, которое сегодня читалось уже. Но это очень важное слово, и я его снова прочитаю. «Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». Так говорит Господь, «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». «И поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звук от трубы». Но они сказали, «Не будем слушать». Итак, Божья воля, совершенная, благая, угодная для Его народа была, чтобы народ остановился на своем греховном пути, посмотрел, где путь древний, о котором давно Господь открыл. Возвратились на этот древний путь и шли по нему, имели покой, мир, благополучие. Они сказали, «Не пойдем». Они отвергли волю Божию о себе. «Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». За отвержение воли Божией, за отказ идти по тому пути, который указывает Господь через своих пророков, Господь сказал, «Будет наказание». Это просто так не пройдет. Вы избрали это. Будут последствия за это. И седьмая глава говорит нам так, «Слово, которое было к Иеремии от Господа, стань во вратах Дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи, слушайте слово Господне все иудеи, входящие с ними вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь, Саваоф Бог Израилев, исправьте пути ваши, деяния ваши, и оставлю вас жить на всем месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если со всеми исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сём, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сём, на этой земле, которую дал Отцам вашим в роды родов. Вот. Вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите в аалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь перед лицом моим в доме сём, над которым наречено имя моё, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости, не соделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя моё, вот я видел это, говорит Господь. И дальше Господь говорит, пойдите в селом, посмотрите, там раньше был дом мой, посмотрите на это разрушение, которое там, ничего не осталось. Вы думаете, от вас что-то останется, и от вашего дома. Вы надеетесь, что здесь стоит храм, и вы говорите, здесь храм Господень, а это значит, мы спасены, всё будет хорошо, независимо от того, как мы живём, Господь говорит, нет, не будет так. Вы сказали, не будем идти по пути, по которому сказал Господь, не будем слушать голоса трубы, значит, вы и не будете жить на этой земле. Господь говорит, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, всё племя Ефремова. И дальше очень страшные слова, Бог говорит Еремии, ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя. Люди отвергли волю Божью о себе, и бесполезно было что-то предпринимать, чтобы это изменить. Точно так, как бесполезно было людям в пустыне, потом идти завоёвывать землю, когда Господь сказал, 40 лет вы будете ходить по пустыне, точно так бесполезно было молиться, чтобы то, что сказал Господь, не произошло. Люди отвергли волю Божью о себе, и они должны были понести последствия этого отвержения на себе. Как страшно отвергнуть то, что Господь говорит нам через Своё Слово, через Своих служителей. Как страшно это сделать. Последствия будут горькими. Так говорит нам Священное Писание. Давайте я обращу ваше внимание ещё на два места Священного Писания. 30 глава книги пророка Исаии. Господь уже теперь через Исаию говорит, ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня. Да, они дети. Они дети Божьи были, но дети мятежные, дети лживые, дети, которые давали обещания Богу и нарушали их, обманывали. Дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, «Перестаньте провидеть и пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Какая дерзость! Говорить людям, говорящим Слово Божие, «Перестань говорить, я не хочу тебя слушать, уйди с пути, чтобы я тебя не видел», может быть, за кафедрой даже, «я не хочу тебя слушать, если что-то говоришь, говори только лестное, приятное, вот тогда я буду тебя слушать». Не вздумай говорить против греха, не вздумай говорить о грехе, не напоминай, что Бог святой, ведь Бог любовь. Вот о таком Боге нам проповедуем. Давайте прочитаем еще одно похожее место, это книга пророка Амоса, 2 глава с 11 по 14 стих. «Из сыновей ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назарее. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? А вы, Назареев, поили вином, и пророкам приказывали, говоря, «Не пророчествуйте! Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет жизни своей». Когда я слышу о какой-либо церкви, о какой-либо общине, о каком-либо обществе, что там проповедникам, которые еще проповедовали против греха, говорят, «Перестань говорить против греха, не говори против греха, говори лестное, говори приятное, или вообще замолчи, уйди оттуда, чтобы я тебя не видел». Когда я слышу, что такое говорят, когда говорят, «Говоря о грехе, ты позоришь нашу церковь», у нас прямая трансляция, нас смотрит весь мир, «Не говори против греха, не позорь нашу церковь», и тому подобное. Когда я слышу, что такое происходит в какой-либо церкви, я содрогаюсь от ужаса. Что ждет этот народ? Что ждет эту церковь? Посмотрите в Священное Писание. Итак, книжники, фарисеи, законники отвергли волю Божию о себе. Пришел Иоанн Креститель, он пришел от Бога, он говорил им что-то сделать, то, что было необычно для них, потому что они в реке Иордания не делали того, что он просил их делать раньше. Да, они окунались в воду, при храме были бассейны, миквы они назывались. Они делали это окунание довольно часто, но никто не просил их раньше идти в Иордан и делать вот то, что просил Иоанн Креститель. Иоанн Креститель пришел и сказал делать что-то необычное, покаяться и совершать вот это необычное действие в реке Иордания. А это, кстати, не очень приятная вода там. Ну, кто-то может обидеться, это же Израиль, но вы знаете, в микве была чистая вода, она текла из источников, и там была проточная вода, это не была стоящая вода, потому что требование к микве, чтобы вода была проточная, она текла из специального источника, который был около храма. Но в Иордане вода очень мутная, вода очень мутная, глинистая, не совсем приятная. И вот людям нужно было заходить в эту воду и погружаться там. Люди отвергли волю Божию о себе. И что произошло? Что произошло? Произошло то, что, отвергнув волю Божию о себе один раз, отвергнув предшественника Иисуса Христа, они потом были не готовы принять самого Мессию Иисуса Христа. Они отвергли не только Иисуса Христа, но те же самые люди, которые отвергли Иоанна Крестителя, они также отвергли Иисуса Христа. Не весь народ израильский, я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я говорю, весь народ израильский отверг. Нет. Книжники, законники, саддукеи, те же люди, которые отвергли Иоанна Крестителя, они отвергли Иисуса Христа. Но проблема была, знаете, в чем? Не в том, что группа людей отвергла Иисуса Христа в Израиле, а в том, что эти люди были главные в Израиле. И что от этих людей зависела судьба всего народа, всего Израиля. Точно так, как от десяти соглядатаев, которые были главные, зависела судьба всего народа. Они отвергли волю Божью о себе, и весь народ должен был страдать 40 лет. Точно так же, как при Самуиле старейшины подошли и просили царя, весь народ потом должен был страдать столетия от нечестивых царей, которые угнетали его. Вот что было по-настоящему страшным, что неправильные действия старейшин народа, уважаемых людей в народе, которые отвергают волю Божью о себе, они приносят разрушительные результаты в весь народ Божий. И все люди должны страдать, и праведные, и нечестивые. И это очень и очень страшно. Итак, я буду заканчивать это слово. Луки, 19 глава, 41 по 44 стих. И когда приближался к городу, это Иисус приближался к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем и сказал, «О, если бы Ты и хотя в сей день Твой узнал, что служит к миру Твоему, но это сокрыто ныне от глаз Твоих, ибо придут на Тебя дни, когда враги Твои обложат Тебя окопами, и окружат Тебя, и стеснят Тебя отовсюду, и разорят Тебя, и побьют детей Твоих Тебе, и не оставят Тебе камня на камне за то, что Ты не узнал времени посещения Твоего». Почему Иисус плакал? Потому что Его отвергли, и сожаления о себе нет. Он видел последствия того, что случится с народом, который отверг волю Божью о себе. И, наверное, больше всего Он плакал именно об этом, что «побьют детей Твоих в Тебе». Последствия греха родителей, отвержения воли Божией родителями отразятся на детях. Это очень печально. Матфея, 23 глава, тоже передает нам похожие слова Иисуса Христа с 37 и по 38 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе. Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и Вы не захотели. Все оставляется Вам дом Ваш пуст». Мы сейчас будем молиться. Я прошу исследовать каждого из нас свое сердце. Исследовать свое сердце и посмотреть, не отвергаем ли мы волю Божью в своей жизни, в какой-то сфере нашей жизни. Не отвергаем ли мы, может быть, как церковь волю Божью в чем-то. Не отвергаем ли мы в личной жизни волю Божью в чем-то. Последствия будут горькими. Давайте будем молиться и просить Божьей милости. Божьей милости.